Еще хотела бы вас познакомить с одним документом, который у нас есть в разделе, документы нашей группы, да, это руководство для работы по одному убеждению за нас, он очень удачно создан этот документ, здесь есть поля, да, которые вы можете заполнять, и слева вопросы, да, это процесс исследования, одно убеждение за раз, то есть вы можете распечатать таких бланков для себя как можно больше, да, мы заходим в столы, здесь тоже заканчивается, и для переворотов есть место, вот, то есть вы, допустим, как это может быть? Вы заполнили вопросника судьи ближнего своего, заполнили 6 пунктов, да, на каждый пункт у вас есть свое убеждение, вот, и что вы можете потом делать? Вы берете убеждение первого пункта и записываете его сюда, убеждение вот сюда, описываете его, он не уделяет мне достаточно внимания, вот. И дальше, это правда, да, вы погружаетесь в момент, отвечаете себе, можете это абсолютно точно знать, что это правда, опять погружаетесь в момент, повторяете убеждение, слушаете себя, отвечаете. Третий вопрос, как ты реагируешь, когда ты веришь в эти места, да, тоже, здесь есть дополнительные вопросы, вы тоже их смотрите, важно очень смотреть из момента, да, мы тебя об этом были напоминают. Вот, и четвертый пункт, кем бы вы были без этой мысли, да, здесь тоже записываете свое состояние, проживание, каким вы становитесь без этой мысли, как, кем вы видите партнера, без этой мысли, да, просто высматривайтесь в реальность. А в реальность. Никаких интерпретаций, нет, просто есть вы, есть момент, есть человек, есть что-то между вами. Вот вы это все заполняете. Вот, и переверните первоначальное убеждение, здесь тоже есть, графы для заполнения переворотов, и почему эти перевороты тоже могут быть правы. Вы находите свои примеры конкретные, очень важно конкретные, что такое конкретное пример, мы поговорим это в другом виде. Вот, то есть вы заполняете этот планк, и вот это убеждение за раз. Если вам, вы как-то увидели ресурс в работе, да, в результате исследования, как я с вами уже поработал, может быть, вы сами попробовали, и если для вас это становится, ну, прям, да, что-то в этом есть, вот какой-то внутренний шепот, какой он подсказывает, вы можете распечатать эти бланки, и по утрам, вот прям сели, проснулись на 15 минут раньше, взяли убеждение, да, сегодня вы делали первый пункт, завтра делаете второй, послезавтра третий, четвертый, пятый, и вы, то есть за неделю вы можете исследовать весь вопросник, да, и у вас будет, там, допустим, 6, 10, там, сколько вам понадобится, сколько у вас убеждений в этом вопроснике, здесь точка. И вы смотрите, ну, то есть исследуйте каждый день новое убеждение, и посмотрите, как это отражается на качестве вашей жизни. Как один вопросник может изменить ваше отношение к себе к жизни? Посмотрите, проэкспериментируйте, сделайте не один вопросник, может быть, два или три, и опять сравните, да, для чего это нужно, да, потому что наш ум будет наш, может быть, нас где-то убеждает, что, ой, этих методик море, все говорят, делай там, делай, 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 ну, вообще результаты, ну, у каждого, по-моему, свои мысли на этот счет, вот, но самое лучшее, даже, как сказать, не доказать, что это не работает, а проверить, да, вот, проверить, я это сделаю три раза, если у меня не сработает, больше я это делать не буду. Вот, дайте себе такое обещание, но я искренне и честно проверю, честно проверю, вот, ну, попробуйте, вот, может быть, это очень, что-то станет вашей новой привычкой в этой жизни, вообще ваша жизнь поменяется, благодаря этим исследованиям, вот. Так что, так, вот это руководство для работы по данному убеждению на раз. Вы, кстати, можете их заполнять в метро, едете, да, у кого там длинная дорога, кто там где-то в сумке положили, и ждете там кого-то приведет, да, можно музыку в душах слушать, а можно исследовать. И, на самом деле, пока это такое вырабатывание навыка, нужна бумажка, нужна ручка, нужно записывать, записывать, выписывать. Так, в какой-то момент это вы просто создаете в вашем дне нейронные новые связи, сети, навык, как вывод, если кто-то учился водить автомобиль, да, он знает, что вначале все там нужно четко знать, где что нажать, что включить. Вот. А потом автоматически все происходит. Так же и с работой. Когда вы делаете это достаточно часто, в какой-то момент работа начинает жить внутри вас. Представьте, что есть такой встроенный механизм, да, внутри, уже в голове, в мозгу, в этих нейронных сетях. И приходит мысль, он меня не понимает. И эта мысль натыкается на этот механизм работы уже. И автоматически происходит уже это исследование. То есть в какой-то момент вы начинаете понимать, что уже бумага не нужна, просто это правда, все, у меня нет. Как я реагирую? Что сейчас со мной происходит, когда я девушка не понимает? Это вообще кошмар. Каким бы я его безумисли? Ой, все, он меня отпускает. Он меня не понимает. А как же это женщина? Это я сейчас себя не понимаю. То есть это может занять вообще минуту. минуту, и вы опять в реальности. Все прекрасно, вы опять все любите, соединяясь с собой, и все. Но для того, чтобы к этому пойти, к этому, ну, такой, так, просто, правда, мы сначала вот чуть-чуть медленнее, вдумчивее, да, погружаясь, вот. Делаем это вот так, вот. Поэтому не игнорируйте вот этот факт написания мысли. Кажется, что уже сейчас можно там что-то, ну, быстро проскакивать. Но наш совет сейчас даже вам, да, почувствуя свое состояние в течение дня, какое-то напряжение, лучше запомните вопросник. Не пропускайте его, да, возникла эмоция, напряжение, недовольство, запомните вопросник. Хотя бы с этого начните, да, запишите все, что вас сейчас вот привожит, беспокоит. Вот. Возможно, вы потом к нему вернетесь. Но, по крайней мере, вы будете понимать, что происходит. Оно неосознанное. Ну, даже когда мы заполняем вопрос по сути ближнего своего, по мере заполнения у нас, то есть мы даем внимание своим этим мыслям, да, мы начинаем их осознавать, мы уже проливаем свет осознанности на вот эти внутренние процессы, состояния, эти внутренние мысли. И им уже уделено внимание, они уже чуть-чуть, ну, как будто подраспускаются, как будто расслабляются, уже чуть-чуть легче становится. Только запомнив вопросник, и если у вас очень стрессовый, то обязательно идите в исследовании. Вот.